По всему Евросоюзу, от Испании до Румынии, десятки миллионов людей живут на родине своих предков, но обособленно, будучи этническими меньшинствами. Основная часть населения не всегда относится с должным уважением к их языкам и культуре. Лорант Винчи – венгерский евродепутат из Румынии, где его община борется за сохранение национальной идентичности. Европейский Союз должен сосредоточиться на повышении стандартов образования национальных меньшинств, должен поощрять использование родных языков и не только государственных. Наряду с официальными языками существует ведь множество малых региональных языков, которые сегодня находятся в опасности. Для защиты прав меньшинств использована так называемая гражданская инициатива. Этот сравнительно новый инструмент заставляет Еврокомиссию поддержать какую-то идею, за которую высказалось как минимум миллион человек в семи странах. В данном случае собраны подписи миллиона трёхсот тысяч. Следующим этапом рассмотрения предложения по защите меньшинств станут общественные слушания в Европейском парламенте в этот четверг. Бывший евродепутат Ангелика Млынар из славянской общины, живущей на юге Австрии, хочет сохранить культурное разнообразие всей Европы. Славянский язык более-менее ограничен нашей семьёй друзьями, которые говорят по-славянски. Она призывает ЕС помочь её общине, устранив географические ограничения цифрового аудиовизуального контента или геоблокировку. Бывший евродепутат поясняет эти термины. «Когда я пересекаю границу, я теряю доступ к программам на моём родном языке. Под контентом имеется в виду не только развлечение. Это, по сути, линия жизни, которая связывает меня с общиной посредством моего языка». Политики и чиновники в Брюсселе с осторожностью относятся к проблемам меньшинств, пометуя о их борьбе с большинствами. К примеру, каталонское движение за независимость не так давно привело к противостоянию между Барселоной и Мадридом. Но авторы инициативы подчеркивают важное сотрудничество внутри стран. Образцом для подражания называют они Южный Тироль в Италии, где австрийское меньшинство имеет свой язык и систему образования. «За последние 70 лет стало возможным развивать эту политику», говорит Даниэль Альфрейдер из Народной партии Южного Тироля. «Для меньшинств у нас есть свои школы и так далее. Я называю нашу землю маленькой Европы, где мы нашли мирный способ жить вместе». Для дальнейшего продвижения инициативы о правах меньшинств её должны обсудить на саммите руководители 27 стран-членов ЕС. К ней относятся наиболее скептически Румыния и Испания, которые опасаются подъёма у себя сепаратистских движений.